Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Ну что, мои хорошие, сегодня 16 декабря, пятница. До Нового года совсем остаётся мало времени, и мы все спешим, торопимся. Может быть, кто-то вяжет подарки самому себе, может быть, своим родным и близким, подругам, друзьям. Ну, а я решила пристроить остатки пряжи и начала вязать рукавичку. Но пока я вам её покажу, вот вы видите виновницу волнений. Многие из вас вчера переживали за вот эту красавицу-шпульку. Всё у нас налаживается. Сегодня утром я ей сняла этот эластичный бинт. Испугалась, если честно. Вы мне там написали комментарии, что можно перетянуть и сделать ещё хуже. То есть, по-моему, некроз называется отмирание ткани. Или как-то так. Я не медик. Но, в общем, мы понимаем, о чём речь. Что нарушается кровообращение, и всё это к хорошему не приводит. Вот сегодня утром я ей сняла эту повязочку. И что вы думаете? Часок она походила, похромала. А потом взялась за старое. И вот там, на вот этой полочке сверху, я её опять, друзья, достала. Скорее всего, прыгает она вот со спинки вот этого кресла. Я уже стараюсь развернуть кресло так, чтобы она не смогла допрыгнуть вот туда, на полку. Но дело в том, что не могу уследить. Кресло вращается. Здесь коты бегают, и они сами его вращают. Более того, друзья, они и коврики двигают. И, в общем, такая история, что я не знаю, как с этим бороться. Я вот уже, видите, поставила вот так вот этот ящичек. Вот прям щёлку закрыла. Это же она вот сюда прыгнула. Ящик стоял вот так вот, ну, где-то вот так. И вот она как-то вот сюда запрыгнула. И за ящиком я эту красавицу сегодня нашла. А упала она. Она проходит вот здесь вот по полкам, по вот этим полкам. Потом вот спрыгивает на вот эту полку. Она здесь занята, друзья. Это я сейчас взяла спицы. У меня там лежат спицы в коробочке. Здесь всё занято. И вот упала она вот с этой полочки. Вот прыгнула на пол. Вот сюда. Казалось бы, ну сколько здесь? Ну, наверное, метра полтора. Вот высота от полки до пола. И она прыгнула и вот так вот ударилась. Что, убежала? А, к мамочке. К мамочке пришла. Так что я думаю, что, коль она так себя активно ведёт, значит, там, скорее всего, либо растяжение мышцы, либо сильный ушиб. И поэтому главное, что это не перелом. Думаю, что заживёт. Мне кажется, она стала получше наступать на лапочку. Ну, в общем, пока буду наблюдать. Но, по-моему, улучшения пошли. Теперь, друзья, обратите внимание на вот эту вазу. Вазу, которую я сделала буквально за... Ну, за одно мгновение, если так рассуждать. Вчера рылась, искала... Помню, что у меня была ещё пряжа Силки Вул. Я всё думала, Силки Вул это от Янарт. Она вот в этой шапочке присутствует. И вот в этом снуде воротнички. Ну, и я думала, может быть, как-то я скомбинирую варежку. Нашла целый, по-моему, моточек 25 грамм. И немножко от него отмотана. Вот она, эта пряжа, которую я искала. И с этой пряжей я нашла вот такую красивую вещичку. Друзья, это был рукав. Я, скорее всего, вязала опять очередной трансформер. Это было года два, а может быть, и больше назад. Вот, вязала крючком. И вот здесь присутствуют вот в этих красивых ромашечках. Ну, на ромашку вроде похоже. Легко вяжется мотив, кстати. Здесь присутствует чистый махер. Тоже дешёвый от Ализе. И вот эта вот пряжа, это пряжа Силки Вулл от Янарт. Там шёлк и шёлк Райан и шерсть, чистая шерсть. Причём это проверено. Кто не знает про эту пряжу, попробуйте. Я её поджигала. Она вот воняет курице, как будто куриное перо. Жжём, значит, пряжа натуральная. Вот я вязала рукавчик. И, как вы понимаете, это манжет рукавчика, связанный тоже крючком. Вот этими выпуклыми и вогнутыми столбиками. Но, видать, не суждено было родиться этому трансформеру на свет. Но зато получилась вот такая красивая ваза. Естественно, этот чехол снимается. Его можно стирать. И это трёхлитровая вот так квадратная банка с широким горлышком, которая меня разочаровала. Если вы помните, мне не нравилось, неудобно закрывать вот эти широкие горлышки вот этой винтовой крышкой. Вы мне там писали, что, Лена, это всего лишь, ну, как сказать, дело приноровиться там нужно. Я всё это понимаю. Но это так долго, вот это приноровиться, когда у вас горячий рассол внутри банки или компот там вы закрываете, и всё это внутри. В общем, это неудобно. Такие банки я больше покупать не буду. И вот одна из них, вот эта квадратная трёхлитровая винтовая банка, послужила мне теперь вот такой красивой вазой. Я набросала туда шишек, ну, так, для красоты. И пока поставила искусственные цветы. Меня они не напрягают, повторюсь, а то сейчас начнут мне писать, что искусственные цветы только для кладбища. Ну, друзья, это ваше мнение. Пожалуйста, если не любите, я вас не заставляю их у себя в доме ставить. А мне нравится. У меня много искусственных цветов. Вот и этот тоже цветочек искусственный из фикс прайса. И вот здесь у меня. Мне нравится, как эти цветы украшают дом. Да, и вы знаете, сейчас настолько шагнул прогресс вперёд, что очень сложно отличить вот этот цветочек от настоящего. Поэтому это не те искусственные цветы, которые мы привыкли видеть раньше, лет 20 назад. В общем, вот так вот я пристроила свой недовяз. Теперь это красивая, ну, на мой взгляд, красивая ваза, украшенный декор своими руками. Вот ещё, это, видимо, второй рукав ввязался. И вот ещё, или это был, наверное, первый рукав. Я просто отрезала отсюда. А это я вот, наверное, ввязала второй рукав, которому так и не суждено было связаться. Ну, ничего, все недовязы. Я думаю, что всё, что вы когда-то делаете, если есть фантазия, вы куда-то пристроите. Как вот эта подушечка, вот с этим королевским мотивом, королевский квадрат называется. Тоже, видите, вроде бы-то недовяз, но как же он красиво смотрится вот в этой подушечке. Так что всё не зря вязалось. Я думаю, что красиво всё это смотрится. Что, лежишь возле мамочки, да? Лежишь возле мамочки. Моя ты девочка, как же ты нас напугала вчера, а? Лёшик переживает там, Анечка переживает. Все переживаем за тебя. А ты, дурочка, опять сегодня полезла. Правильно вы писали, друзья, мне, что кошки не помнят. Мне одна женщина написала, что кот падал три раза с третьего этажа. И кошки не помнят, вот от чего они получили травму. И могут так лазить и падать. И, то есть, их это не учит. Я полностью с вами согласна. Теперь отвечу на комментарии. Друзья, вы мне писали, когда я жаловалась на своё здоровье, на давление. Вы мне писали, что, Лена, нужно пить натуральный кофе. Друзья, я уже натуральный кофе пью больше 20 лет. Я, в общем, прочитала, что растворимый кофе – это не кофе. И он очень плохо влияет на здоровье человека. Так что не переживайте. Я завариваю кофе. Лёшик покупает для заварки в чашке. Просто заливается кипятком. И всё. И поэтому я пью натуральный кофе. Теперь я каждый день меряю давление. Я даже тонометру не убираю. Вот как он стоит вот здесь на подоконнике. Так и живёт он здесь. Я просто хочу узнать, какое давление. Ну, по самочувствию. Вот если я просыпаюсь головной болью, какое давление. Если я просыпаюсь в хорошем, так скажем, настроении и состоянии, я тоже меряю давление. Ну, вот я поняла, что моё давление в норме – это 117 на 67. И пульс – 54 удара. Вот. Вы мне там пишите 67. Вот когда у меня было пониженное давление и высокий пульс. Вы мне пишите, что это норма. Нет, друзья. Для меня это не норма. Видимо, для каждого человека всё индивидуально. Вот моё давление – это 117 на 67 при пульсе 54 удара. Ну, плюс-минус там, может, один-два значения. Вот так я для себя выяснила. Ну, а теперь давайте покажу, какая у меня родилась варежка. Вот это мой первый, так сказать, как это, индийский клин, да, или индийский пальчик. Забываю, как это название. Вот. Значит, здесь пристраиваю вот остатки вот этой пряжи. Это джинс. Как же мне нравится пряжа джинс. И как летняя она без подмотов хороша, но если добавить махер, или вот как я добавляла силки вул, вот в эту вот шапочку, получается тёплая зимняя вещь. Вот такая варежка у меня уже провязалась. Я её довязала, ну, как бы в одном. Так, наверное, вот сюда, вот, чтобы видно было, а то сливается там. То есть, манжет я провязала пряжей опал в одно сложение с махером дешёвым, а дальше пряжа джинс тоже с махером. Вот такая рукавичка получилась. В общем, я всё время теперь буду так вязать. Ничего сложного вот в этом вывязывании такого пальчика, индийский этот пальчик, нет. И действительно, очень хорошо сидит по руке, очень удобно. Вот сейчас я вам покажу, как это сидит на руке. Набирала я здесь 52 петли. И вяжу двумя парами спиц. Сейчас покажу, какими. Значит, там одна спица, которая с левой стороны, в левой руке троечка, а ведущая спица три с половиной. То есть, если вы вяжете не так, как я, двумя парами, то вяжите спицами три с половиной. Вот для этой, для такого сложения очень, ну, я думаю, что я попала. Вот здесь немножко свободная. Я всегда, ну, не всегда, ну, думаю, что так будет теплее, когда вот здесь вот не вплотную. Чуть-чуть вот прям так свободненько, да. Ниточку сейчас вот здесь я не убирала. Думаю, вдруг мне придётся распускать. Вдруг мне не хватит вот этой пряжи джинс. И тогда придётся довязывать кончик вот такой коричневой пряжей. Вот, ну, пальчик здесь однозначно будет какой-то другой пряжей. Мне кажется, пряжа джинс в обрез. Сейчас весит вот без пальчика 37 грамм вот эта вот варежка. Ну, очень-очень удобная посадка, друзья. Класс! Тепло и удобно. Так что уже вырисовывается вот такой комплектик к шапочке и вот к этому воротнику с нуду. Ну, конечно, отличается. Здесь совершенно другая пряжа. Немножечко отличается тон, но всё равно подходит. Я всё задалась целью навести порядок и избавиться от остатков пряжи. Вот они мои две пары спиц. Завтра буду вязать вторую варежку. Покажу, как это удобно вязать варежку на двух парах спиц. Вот. Ну, я уже вам показывала, как я это делаю. И вот мне пригодились два набора. Набор джинджер. Деревянные спицы. Вот, есть обзор на него. И вот, по-моему, зинк называются вот эти карбоновые. Что я сделала? Я взяла троечку. Вот она, из карбоновых. Та, которая в левой руке. И три с половиной на другой конец прицепила джинджер. Вот таким способом я вязала вот эту вот рукавичку. Ну, шпулька, покажи, как ты уже ходишь. Ну, чуть-чуть прихрамывает. Покажи. Вот, поднимает лапку. Пошла. Чуть-чуть прихрамывает. Ну, это уже такое, как говорится. Это уже ерунда. Слава Богу. Так что, друзья, очень хорошо иметь несколько наборов спиц. Вот этими деревянными махеровая пряжа, ну, это вообще, это вязание в удовольствие. Ну, и карбоновая мне тоже очень нравится. Также, вон, есть у меня и китайские спицы. Так что, и дорогие, и дешевые тоже есть. Ну, эти спицы на тросике. Здесь, конечно, тросик не отсоединяется. Я, конечно же, люблю, когда леска отсоединяется, можно менять. Очень это удобно. Видите, как я собрала здесь вот петельки просто на маркеры. Там всего 12 петель пальчик у меня. Вот, 52 петли, я вам уже говорила. И, конечно же, я здесь внедрила вот этот, вот эту косу, которая, ну, присутствует в шапке. Конечно, я не стала делать вот эту разбежку, а просто две косички, состоящие из шести петель каждая, и между ними изнаночная петля. Вот здесь на варежке они и присутствуют. Видите, как по величине отличается. Здесь на пятерочке вязалась, а здесь три с половиной. И даже по-другому как-то смотрится косичка. Но я думаю, что красивенько будут, красивенько и тёпленько будут, тёпленькие будут вот такие варежки. Ладошка у меня лицевая гладь. А это, наверное, первые мои варежки, если не учесть, не учитывать вот те, которые я вязала варежки к комплекту Шанель. Вот эти варежки я имела в виду. Ну, эти варежки вязались сеткой, потом при помощи приёма штопка просто продевалась нить через эту сетку. Есть на канале. Вот этот комплект Шанель, берет тёплый. И, кстати, вот этот снот или шарф, это тоже был не до вяз, так и не вышел в свет. Кейп Париж. Это вот мой первый жаккард. И я из этого полотна потом просто придумала сделать вот такой шарф, что ли, я не знаю как. Это одевается на шею, а вот это вот углом, как бактус висит, ну, закрывает, так скажем, грудь. Так что переделываю то, что долго лежит. Так что, по сути, вот эта варежка спицами, это моя первая варежка. И в прошлом видео я вам так и не показала разбитый Монькой вот этот вот барабан. Конечно, он теперь перестал звучать. Но, в принципе, нам не нужно это звучание. Сейчас я даже и не найду, где я приклеила титаном, друзья. Вот, вот здесь, вот если знать, вот вы видите, вот здесь я приклеила то, что вылетело. Вот, так что жалко мне было выбрасывать. Красивенький здесь, по-моему, использовалась кожа верблюда вот эта. Вот, ну, красивый барабан, ручная работа. Ну, и потом в Египет теперь, может быть, уже никогда не попадем. Хотя, кто его знает, может быть, изменится что-то. Так что, вот, поделилась с вами такими новостями. Немножечко включилась. Тут сейчас творческий беспорядок. Но рождается очередная красота. Шпулечка, кушай. Кушай, моя девочка. А лапка теперь правая не работает у тебя, да? Ты ею доставала. А давай-ка я тебе положу вот тут блюдечко, чтобы тебе легче было кушать. Кушай с блюдечкой. Кушай, моя дорогая, кушай. Видите, держит она на весу эту лапку. Побаливает. И прыгает. На стол лазит, прыгает со стола. Потом слышу мяу, больно. И все равно прыгает. Кушай, моя девочка, кушай. Ладно, друзья, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова